Ловись, рыбка, большая и маленькая. Рыбак рыбака видит издалека. Или еще из народной мудрости. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Какие только пословицы-поговорки не приходили в голову в то время, пока LSM Plus на канале Югла наблюдал за десятками участников заключительного четвертого этапа чемпионата Латвии по рыбной ловле на фидер. Это одна из десяти дисциплин, которые культивируют и развивают Латвийская спортивная федерация рыбной ловли. В народе этот вид знают еще как ловля рыбы на донку. Признаться честно, казалось, в рыбалке мало осталось секретов. Тем не менее, представитель федерации Валди Спейс Энекс рассказал много удивительных вещей. Это те самые нюансы, без которых добиться успеха порой невозможно. Так что такое фидер? Это наверняка то, что наши деды и отцы знают как донка. Это та же самая донка, просто полегче снасть, более спортивная. И смотрим не на звонок, а на вершинку. Это и вся разница. Катер сейчас мы видим, проплывает. Он же мешает участникам чемпионата, нет? Он мешает, но публичные воды. Мы должны жить вместе и с катерами, и вместе с соседами, которые тут живут, и с теми, которые на машине проезжают, которые на нас злятся, потому что полполосы занято. Ну так мы живем тут. Друг друга любим. Друг друга улыбаемся. Может быть не очень, но улыбаемся и ценим друг друга. Минимальный размер рыбы, которую можно забрать себе, и она пойдет в зачет. Минимальный размер. 10 сантиметров, 15-20. Которую можно на крючок посадить. Если нет ограничений в нормативе, то есть в Латвии, тогда размера нет. То есть у клейка она идет хоть 3 миллиметра. Но тут уже спортсмен не заинтересован, потому что он должен поймать побольше эту рыбу, чтобы в этом темпе получить общий вес больше. Так как это чемпионат, то и правила здесь строгие. Многое что определяет жребий. Та позиция или сектор, где участнику предстоит рыбачить на протяжении двух дней. Даже на тренировку здесь выделяется целый день. Все делается по сигналам судей. Регламентировано даже время прикормки. В общем, никакой импровизации. Я смотрю, каждый участник чемпионата сидит на своей платформе. И в своем секторе. Это обязательно? Это обязательно. В данном формате у каждого спортсмена свой сектор, свое оборудование. Никто, кроме тренера, не имеет права зайти в сектор. Передавать никто ничего не имеет права без разрешения суди. Если надо что-то передавать, значит, только с разрешением суди. Это для того, чтобы разные вещества не подали. Потому что, ну, не будем скрываться, но и пользуемся тоже некоторой химией. Есть разные ароматизаторы и есть регулировка, сколько их можно быть. Ну, чтобы это не переступить, тогда мы так и регулируем и смотрим за порядком. Кто еще заметил, когда вот рыбак вытаскивает рыбу, он быстро ее прячет? С чем это связано? Никто не хочет показать соседям и тем, которые стоят за спиной, что он поймал, на что поймал и как быстро он ловит. Бывает даже, что делает спектакль такой, вытягивает типа большая рыба, чтобы все смотрели, смотрели. Все теряют внимание, смотрят на него. Он там вытаскивает такую маленькую уклейку, ну, просто так, поигрался. По вашему опыту, в среднем, сколько один участник чемпионата вот за этот космос этап вылавливает рыбу в килограммах? Понятно, что раз на раз не приходится, но все равно. Лидеры, в принципе, должны бы поймать около пяти килограммов за день. Это сколько часов они ловят? Пять часов. Это получается, что килограмм за час, если вы смотрели, уклейка, уклейка самого около сорока грамм или двадцать грамм даже. И дальше считаете, сколько он должен вытащить, чтобы поймать пять килограмм. Рука устанет, вытаскивает? Обе. Обе устанут. В данном случае Валди Спейсенекс оказался пессимистом. Лидеры чемпионата могли в тот день похвастаться уловом в десять килограммов и больше. Подходить к рыбакам во время соревнований запрещено. Вот почему пообщаться была возможность только во время самой интересной части турнира – взвешивания улова. Очень хотелось увидеть не только уклейку и окуней, но и кое-что покрупнее. Но, увы, ни хвоста, ни чешуи. Традиционное пожелание удачи рыбакам звучало постоянно. А еще дежурный вопрос от ЛСМ+. Ваша самая крупная рыба. Как сегодня рыбалка прошла? Тяжелая рыбалка, маленькая рыба. Все не то, что было вчера на тренировке. Очень тяжело. Очень много, очень много мелкой рыбы, маленькой. Физически даже устали вытаскивать туда-сюда. Да, и надо бежать к ребенку на рождение. А большая рыба была хоть какая-то сегодня? Нет. Не было вообще. Вот такие вот. То есть вы никакого удовольствия не получили от сегодняшнего процедура? От такой рыбалки трудно получить. Но хочется результат, хочется медали, хочется пьедестал. Поэтому хочется завершить красиво сезон с медальками. Вы уже в рыбалке сколько лет? Наверное, всю жизнь? Второй год. Только второй год? Да. А что это вдруг рыбалка-то? Уже не вы... Эту жизнь я рыбачил, нравилось. Просто пришел к одному какой-то как тупик. Захотелось проверить себя, чему научился. Пришел. То есть именно спортивная рыбалка в особо? Да. Я всю жизнь был спортсменом, и, наверное, этот азарт никуда не делся. То есть и рыбалка нравилась, азарт есть, и поэтому так совпали карты. Два коротких вопроса. Куда вы эту рыбу сейчас денете? Отпущу. Всю рыбу отпускаем. Очень редко берем. Когда родственникам надо, просят, тогда берем, а так в основном нет. Ваш личный рекорд? Какая самая большая рыбина, которую вы поймали? 11 килограмм. Это что за рыба была? Карп. Более 9 килограммов – это хороший улов сегодня для вас? Для меня – да. Ну, для конкурентов, я думал, что будет побольше. Как клевало сегодня вообще? Ну, хорошо клевало. Все время клевало, только рыба маленькая. Да, но какие-то большие были экземпляры сегодня у вас? Более-менее? Более-менее только окунь. Только окунь, два окуня таких. Вы на крючок ловили сегодня, а какая была наживка? Я понимаю, что это провокационный вопрос. Нет, тут вообще нету пинг два-три или, ну, апарш два. Пробовал на кукурузу, но кукуруза не зашла. Самая большая рыба, которую вы поймали за свою карьеру спортивную? Ну, по-моему, будет лещь два-четыреста, наверное. Ну, это тут есть и побольше. Ну, все-таки для рыбака везение имеет значение? В принципе, да. Тут и в каждом соревновании это везение. В сектор, где попадешь. Бывает лучше, бывает хуже. Ни хвоста, ни чешуи. Больше 11 килограммов для вас хороший результат? Неплохой. Здесь неплохой, но, думаю, будет и больше здесь у ребят. Здесь побыстрее рыбаки. Вы пошутили, что посчитали, сколько у вас рыбешек. Вы реально сейчас знаете, сколько? Конечно. Сколько? 236. Рука не устала? Руки, вернее. Спина. Спина больше, чем руки. А для такой спортивной рыбалки реально важна физическая подготовка, скажем так? Нужна, да. Ну, если проблемы какие-то, вот спина, там руки болят, сложно ловить быстро. В рыболовный спорт это и жара, и дождь, и ты никуда уйти не можешь. Надо выносливость иметь какую-то тоже. Самая большая рыбина, которую вы поймали за карьеру? Самая большая. Помните наверняка же? Да так сразу не скажешь. Ну, карп, наверное, килограмм 7 был такой. Гигант просто. Нет, это маленький. По меркам карповых это маленький. Больше 13 килограммов это для вас нормальный результат или так? Побаловались? Это, нет, для любого хороший результат. Для этого канала здесь, в принципе, любой результат больше, так скажем, наверное, 8-9, район 10. Это нормальный вес. Вот, ну, все, что свыше за 10, ну, как бы, это, считаю, уже можешь в тройку попадать. А что у меня ловилось вообще в основном? Ну, мелочь, но тем не менее. Мелкая, попадалась плотва покрупнее. Вот, густера, уклейка, окуни попадались. Неплохого размера, грамм, наверное, по 300. Судачков не было? Не было судачков. Нет, красноперка, ну, то есть обычная мелкая рыба. Только штук воверных наказать? Ну, наверное, штучек 200 поймал за 5 часов. Это, понятно, глупый вопрос. Не жалко выпускать, это все-таки спортивная рыбалка. Но что, домой хоть приносите хоть чуть-чуть? Иногда другую рыбу, но нет. А, ну нету, да. Вообще, рыбалка для вас стиль жизни такой просто, хобби? Да, образ жизни, да. Образ, да? Да, поэтому давно я ловлю уже, спорте, как бы, это хобби, так скажем. А самая большая рыба, которую вы поймали? Карп, сом, судак. Что-то в этом направлении. Исхищная рыба. Понятно. В основном. Ну, скажите, почему вот стоит именно приходить в спортивную рыбалку? Потому что азарт, здесь есть какая-то конкуренция, соревновательный момент, может быть. Ну, безусловно, азарт, конечно. Немножко чего-то научиться можешь, посмотреть на других что-то. Ну, вот, двигаешься вперед. Ну, и, наверное, все-таки, да, действительно, это азарт. Иван Данилов, кстати, и выиграл чемпионат Латы в этом году в индивидуальном зачете. Но местные соревнования – это одно, это хорошо. Но есть ли у нас, у латвийских рыбаков, успехи на международных водоемах? Да, есть. Есть очень хорошее достижение. В прошлом году чемпионат мира в индивидуальном зачете Кришинисом-Лисовскисом – второе место. Команда, в общем, была пятая. Есть и другие. Но это самый-самый такой большой успех пока. Как раз с Кришинисом-Лисовскисом ЛСМ плюс и поговорил в завершении. А заодно убедился, как он любит рыбу. Или рыбы его. В чем прелесть фидера вообще? Почему именно этот вид вы выбрали? Ну, мега, есть, честно, такой вид ловли, в котором можно ловить вообще всю рыбу. Вот видели, какие красивые окуни, да? Я знал, почему они мне ловились. Я их специально подкармливал маленьким разноцветным опаршем. Был бы побольше мотыля, можно было бы давать мотыля, и специально окунь бы приходил ко мне. И на фидер можно ловить реально любую рыбу. Даже лосося. Ну, не лосося, лосось не будет клевать, который лосось. А кумжа очень часто попадается на фидер весной на гауе и кумжа. Вы довольно молодой человек. Почему выбрали рыбалку как вид спорта? А другие виды спорта в Дарс, например, не хотели играть? Я до 12 лет BMX соревновался, тоже был в основном в тройке, в чемпионатах и так далее. Я вообще азартный такой человек, но рыбалка, там душа моя лежит. И у меня бизнес по рыбалке, свой магазин рыболовный ОКЦОП в Риге, да? И свой клуб, вот с моей соклубники. У меня две команды выставлены, представлены в латвийском чемпионате. И мы вообще около 20 людей. Так что там лежит моя душа, и я это все сделал как образ жизни. Ну и получилось и бизнес даже. Вы реально с рыбами разговариваете, да, мне так кажется? Бывает, да, бывает. Я с ним, ну да, да. Я как бы читаю, у меня в магазине очень многое спрашивают, как там, что там. Я им говорю, как надо, как правильно. И потом говорю, то, что тебе рыба отвечает. Ты делаешь, и она отвечает. Красавчики, ну, это же красавчики. Ну, сколько они грамм примерно? Под 200, да. Смотрите, ай, еще один побольше, видите? Еще, ну вот, да, вот, ой. Красавец. Этими рыбам мы радуемся. Я вот, как я говорил, буду брать домой или что-то, и так далее. И я вот иногда люблю делать так вот. Пусть плавает. Да. Полден, Криш, полден. Спасибо и вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.